Так, получается, я делал летсплей на Twitter, делал летсплей на Excel, на Microsoft Word, на Paint 3D, осталось только два варианта. Прием, прием. А почему он бы шевелится, а речи нет? Да ладно. А что он там сказал? Что он забыл микрофон включить? Ааа. Аааа, Настя, Настя. А что, не начали смотреть, практически уже смешно. Распиздастя. Википедия или ВКонтакте? Потому что, знаете, типа, вот это только кажется неинтересным концептом, ходить по рандомным, тыкать на кнопку рандомной статьи в Википедии, на самом деле, это такой же неиссякаемый поток контента, как, в принципе, и гугл-карты какие-нибудь. Я не знаю, почему люди до сих пор не воспользовались этим, почему это пришло только в мою самую светлую голову. Так что, давайте не будем терять времени и поскорее начнем, пока никто не своровал мою идею. Окей. ВКонтакте. Я почему-то ожидал, что выпадет Википедия. Готов поспорить, что многие из вас видели вот эти вот странные паблики с очень странными названиями, очень такой специфической темы. И я точно помню, что когда я регался в Каниме, очень такой специ... Ага, да, была такая фигня. Серьезно? Такие группы... Ну, такие всякие дурацкие группы, паблики. Ну, такие всякие дурацкие группы, паблики. Пецифической темы. И я точно помню, что когда я регался в Кантаче, меня регистрировала там сестра, это было году 2009 или 2008. Короче, типа он только-только появлялся, и там еще был вот этот вот статус или рейтинг, или что это было. И вот это вот все, и там Дуров еще был. Хорошие времена были, знаете. Тогда Варкрафт играл по полтора часа в день, потому что меня компьютеры за тройкой отнимали. Я с телефона сидела не было, но компуктера. У меня уже был компуктер, у меня где-то в 2007 появился. Ну, а зарегался в ВК я где-то в 2007 тоже. Может, в 2006. Хрена себе, ты старожил. А может, и в 2008. Ну, короче, да, когда он только появился. В 2006 он только появился. Ну, где-то в 2000... Не, где-то в 2008 год я, наверное, зарегался. Может, в 2009. Хотя нет, не очень-то и хорошие времена. И тогда было очень модно среди крутых, крутых ребят. Это солнцезащитная. Он сейчас музыку вставил из игры Лиза. Это черные очки. Представьте, что это они. Тогда было очень модно среди крутых ребят вступать в как можно больше пабликов с как можно более странными названиями. Там, знаете, типа, Мишка... Ой. По-моему, где-нибудь, где какие-нибудь там крутые качки типа качаются. Это просто мемная музыка. Я тебе так скажу. Да? Конечно. Разве? Да. Я нигде ее не слышал, кроме Лизы. Бездяги крутых показывают, играет похожая музыка. Я нигде ее, кроме Лизы, не слышал. Ну, просто не обращал внимания. В фильмах часто такое есть показка кого-то крутого с крутой походкой в костюмчике, в очках. Играет похожая музыка. Похожая, но не именно эта. Ну, а смысл в том, что вот он именно ради этого взял эту музыку. Зачем ты тогда говоришь о контексте ее? Потому что он проходил Лизу и потому что он, скорее всего, ее взял специально. Окей, окей, окей. Поехали дальше. Ты не шаришь за Лизу просто, а споришь со мной тут. За Лизу. Нет. Клуб тех, кто любит Мишек, Тедди или что-то такая, короче, херня. Список мне составляла моя девушка. Вот просто он описал как раз всех тех упорышей, которые типа крутые в этой игре. Там просто все настолько всрато. Я ее попросил, потому что она в этом довольно опакована, чем я. Вот в этих нижних интернетах. Я там пока что такой, ну, низкоуровневый персонаж. Поэтому я еще не знаю, о чем все эти паблики, но я доверюсь ее вкусу. Как минимум потому, что я посмотрел, посмотрел первое, название первого паблика. И это была группа людей, не разделяющие жизненные взгляды. У нее в меру упитанный продавщица из солнышка. Информации отсутствует. Свежие новости. Нас в миллион. Приглашайте друзей, друзей, друзей чебуреков. Че? Серьезно? А вас же 18. Три ссылки. Я люблю сало. Ненавижу глупых жирных туш. И мистер вселенная. Мистер Борлдвайт. Давайте промотаем сразу вниз. Чтобы узнать, откуда вообще... С чего история-то началась. Так, вот 2009 год. Она на Аве так крута, что я чувствую себя неловко. Это вот на этой Аве? Она даже не открывается. Бывает вот такие, знаете, Virgin продавщицы, которые... А это она сразу тебе и пакет кидает, и в этом пакете уже лежат товары по акции. Она тебя не спрашивает. Ты просто соглашаешься с тем, что она делает. Поверь, она только с виду такая ярая. У нее есть и слабость. Я как будто... Страту на... Босса в Дарк Соулсе читаю. Я как будто... Страту на... Босса в Дарк Соулсе читаю. Да блять, заебать! Дорог, ебайте блять! Абсолютно согласна. Эта женщина не обуздана. Бедные дети, празднующие там... Дни рождения? Чё? Погоди, это разве не продуктовый магазин обычный? Ах, так это же то самое счастливое детство. С деревянными игрушками, прибитыми к полу. И днями рождения в продуктовых магазинах. Мать, просыпайся! День рождения! Ничего, кричите. С днем рождения, сынок. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Ахахахахаха. Вот однажды сюда 12 февраля 2009 года зашел Дмитрий. И посмеялся. Окей, ладно. С этим пабликом все более-менее понятно. Двигаемся к следующему. И здесь предостаточно, скорее всего, даже будет вторая часть. Ребята, давайте наберем... ...моему рекламному менеджеру. Ха-ха-ха-ха-ха! Ммм... Ммм... Нет. Разве? Ну, по-моему, немножко похож. На Николса Холлта он вообще не похож. Ладно, окей. По-моему, похож. Нет, он на Кристиана Бейла больше похож. Да ну, вас бах. Странный ваш взгляд. Похож? Я сказал похож. Похож, потому что лицо бешеное. Да. ...экшен, в котором ты можешь строить и уничтожить... Блядь, это, наверное, первая реклама, блядь, у Алёши в видосе. У него не было рекламы никогда. Та-дам! Он рекламу никогда не вставлял. ...собирай бронемашины и сотен деталей. Участвуй в масштабных зарубах за ресурсы... Я даже посмотрю это до конца. ...ээээ, так он дрифт пропустил. ...я очень долго не мог понять, куда мне засунуть этот пулемёт. Да срал я на их дрифт. Их дрифт виден каждый раз. А видос Алёши мы смотрим только один раз. Да ты его засунуть очень сильно хотелось. В кроссаут важна каждая деталь. Экспериментируй с оружием, бронёй и модулями. Генератор невидимости, ловушки, защитное поле, ховеры и многое другое... Так ни разу я не играл в кроссаут. ...фракциями, чтобы получить доступ к новым технологиям. А затем я случайно удалил половину моей машины. Всё это и многое другое ждёт вас прямо сейчас в игре. Качай кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай ценные бонусы. Я так ждал, когда наконец могу сказать эту фразу. Кликайте на ссылку в описании. Кликайте на неё. Спасибо красаву за то, что проспонтировал этот ролик. Очень мило с вашей стороны. Я же говорю, он мега счастлив. Я просто помню ещё видосы смотрел на него, когда проснул, когда только наткнулся на канал и на работе что-то залипал и прочее. Просто смотрел, он так говорил, у меня нет никогда рекламы. Я никогда не делаю рекламу в своих роликах. Потому что у меня никто не покупает. Хлеб на дереве. Всё ещё висит. Нееееет. Нееет. Потому что у меня есть отличная история, которой я могу дополнить этот паблик. Но это же... Это хлеб или... Или что это? А где хлеб? На дереве. У меня такой же вопрос был, но... Слава богу, здесь такая отзывчивая администрация в этой группе. Они всё разъяснили, всё расставили по полочкам. А, вот. Хлеб умер. О, нет, мы... Мы опоздали. Чёрт побери. Вот он был здесь. Два года назад. Стоял себе, стоял. И стоял. И стоял, и стоял, и стоял. И у него появился даже брат. Их семейство росло. Ещё один брат. И стоял, 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 и стоял. И как долго он, твою мать, там стоял? Нет, на самом деле он... Он в итоге-то провисел там две недели. В общем, прямо сейчас, скорее всего, в Москве, на улице Петра Алексеева, там, где остановка на автобус, если вы будете переходить... Там, там такой мост идёт, и если вы будете переходить под ним, на пешеходном переходе, то поднимите свою голову наверх, и там должна стоять бутылка, наполовину наполненная лимонадом. И мы иногда высылаем разведчиков, чтобы проверить, там ли она всё ещё находится. Вот, Дима. Странный вопрос, но у тебя есть фотография той бутылки под мостом. Всё ещё. Да, есть новая! Расстояние там примерно, ну, метров 10, и это было сделано абсолютно случайно, вот так вот бутылку подкинули, и она с первой попытки туда приземлилась, и всё ещё там стоит. Меня очень напрягает то, как сильно я радуюсь тому, что какая-то бутылка стоит под каким-то мостом уже 4 года нетронутая. Но это научный эксперимент, это, знаете, как капсула времени. Где? А, вон она. Эта бутылка там стоит. Она друга себе завела! В общем, я считаю, что это должно стать новой достопримечательностью Москвы, и вы, мои дорогие подписчики, должны ходить туда и фотографироваться с этой бутылкой. Там ещё справа лежит жалкая пародия. на нашем спире. Идём дальше. Огурцы, картошка, баклажаны, картошка, 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 огурцы, 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 баклажаны, помидоры, баклажаны, огурцы, 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 помидоры, баклажаны, огурцы, картошка, баклажаны, баклажаны, огурцы, 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 баклажаны, помидоры, огурцы, огурцы, помидоры. Ну что, это шифр какой-то? Типа, это картошка, это огурец, это баклажан, это помидор а это недозревшая картошка ананас точка ком your location ru has been blacklisted вы такое вижу чтобы на каком-то сайте запрещали заходить по вообще типа вход на сайт был запрещен из какой-либо страны я включаю такое бывает довольно часто уже на самом деле от нас хотят скрыть какую-то серьезную правду вашингтон стоит по окей это просто сайт про картошку тогда у меня еще больше вопросов зачем производителю картошки из вашингтона запрещать просмотре его сайты из россии на рынке картошки free идет прирост на 10 процентов по сравнению с 2018 годом таки вот вот есть например такая группа как анти лёха дурак ему . . . . . истории про лёшу кто его видел и когда где он так лёху потеряли они лёху потеряли а потом нашли жизнь какого-то лёхи прям очень даже задокументированном знаете лёха чмо скоро будут фото дурак то ли лёха да я просто решил по угорать и группу создать здесь будут объясняться встречи когда мы будем его бить чё действуем чтобы действовать это сказано кто такой лёха и чё он вам сделал лёха это видимо знаете это прототип неудачный компота того самого который школьников ногами пинал школьников никто не любит это такое необходимое злое а вот такие вот компоты и лёхи это необходимое добро нет скорее наоборот это поменять их местами но как бы короче они оба необходимое злое нам столько зла в мире я не понимаю мы против этого удаляли серии реальных пацанов голосуем и зовите друзей хотя бы по 200 человек ни хера себе минимум 200 человек вот это smm слушайте вот как мне надо канал то свой вести реальные пацаны не что-то было даже но они это замазали голосуем за то чтобы не открывается за что голосует стабильный высокий заработок в вашем городе девушки 24 часа в день вот окей здесь уже окей вакансия опыт значения не имеют средняя зп 50 тыс окей но вот видимо по такому жизненному пути пошли те кто свое время смотрели реальных пацанов теперь они любят клеить изоленту под лавочки так мой фаворит пока что группа ценителей езды на сиденье расположенном над задним колесом маршрутки позже оба же мой самая специфичная группа которая пока сегодня здесь было знаю как попробовал это впервые но сделала это явно не преднамеренно не поездят на заднем колесе по моему невозможно даже догадываться об этом виде наслаждения самое же главное что я люблю в этом деле это поставить на колесо согнутую в колене ногу а самому утонуть сиденье в такие моменты хочется чтобы маршрутка ехала вечно что блин здесь это альберт энштейн 2 поз здесь это как вы считаете друзья что в наше время может назвать уже официальной стихией кроме древних общепризнанных стихий огня воды и воздуха и земли не угадайте я вам подскажу в наше время самое опасное и разрушительное в неумелых или же наоборот умелых но не имеющих определенную цель в руках становится информация кто владеет информацией владеет миром помните осуждаю на всякий случай папе чашему здесь так много по печи внимание очень важная информация и после этого видим пошел по печь день добрый мне нужды сидения или весь салон на митсубиши галант ответьте пожалуйста так уютно и это чистая правда чё тут западами всегда сажусь на это место наконечен такие моменты хочется чтобы маршрутка ехала вечно чувак который это написал как я тебя понимаю жить можно в таком положении потекли слюнки я думаю на сегодня достаточно серфинга интернета потому что есть некоторые двери которые должны навсегда остаться закрытыми как например истинная вера розенбаумизм если вам не забывайте ставить лайки владельцы жопа групп если наберется достаточно много то я запилю вторую часть потому что еще куча разных самых пабликов осталось так что вот время пошло часики тикают сейчас я расскажу про свой срад и пабло вконтакте он назывался для тех кто любит красить ногти в черный цвет это мы с подружками свои селфачи выкладывали группа где-то год прожила такие свои говнарские неформальские селфачи вот оно темное прошлое а чё ты мой маленький этот кринж знаешь что чуваки там заходили парни там с девушками знакомились между прочим конкурсы там проходили как без красоты я помню там был я в нем не участвовала спасибо за просмотр ссылка на оригинал в описании там же расписание стримов и ссылки на соцсети залетай на стрим и смотреть другие видео до скорой встречи пока